Что здесь творится? Все здание забито трупами животных. Эти кадры больше напоминают фильм ужасов. Десятки трупов овец разбросаны по территории этого с виду заброшенного хозяйства. Автор этого видео рассказывает. Сначала глазам не поверил. Говорит, по работе объезжал местные свалки и по пути заехал на ферму. Но никак не думал найти такое. Смотрю, собаки лают. Подъехал. Ощущение того, что здесь все брошено. Подошел, смотрю, трупы животных. То есть заглянул буквально в это здание. Там их штук 30-40, наверное, овечек, лошади. Буквально сразу же на место выехали специалисты местного отдела ветеринарии. Отобраны пробы. Экспресс-тест уже показал, что это не сибирская язва. Эксперты предполагают, как это не страшно, но животных могли просто заморить голодом. Их не кормили около недели. Мы не видим здесь ни одного тюка сена. Мы не видим здесь водопровода. Мы не видим ни одной, будем говорить, корыта для воды. То есть какое-то время они, естественно, выпасались, находили на проталинках траву, но в какой-то момент они оказались закрытыми. По какой причине, кто, владелец ли, ухаживающий персонал их закрыл и не открыл больше, судить сложно. Владельцем фирмы оказался один из жителей поселка Горный. В телефонном разговоре мужчина рассказал, хозяйство совсем не заброшенное. Ну как погиб скот, он не знает. Еда и вода, уверяет, у них была. Вместе с овцами там были и несколько псов, но они живы. То, что животных могли заморить голодом, не верят и местные жители. Ну как, 20 лет кормили, а потом вдруг перестали кормить. Как так? Человек адекватный, на машине ездит там. У него же свой пастук там, который зимой за ними ухаживает. Да. Тем более, он и поселковое садо посет. Чтобы определить точную причину массовой гибели животных, говорят специалисты, их нужно переместить в так называемую биотермическую яму и уже там взять необходимые анализы. Сейчас решается вопрос об их транспортировке. Екатерина Любим, Светлана Саенко и Дмитрий Шевцов. Енисей. Новости.